Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. Все мы разные и нет причин считать необычность другого чем-то неправильным. Но не каждый способен это принять, особенно в юном возрасте. Того, кто не такой, как все в коллективе сверстников, могут ждать неприятности. Стадный инстинкт в детстве сильнее здравого смысла. Каждый второй ребенок в возрасте от 10 до 18 лет сталкивается с травлей в школе. В первую очередь это психологическое воздействие. Чуть меньше тех, кто жалуется на физические нападки. Но и таких почти треть опрошенных. Сегодня в выпуске поговорим о буллинге в детском и подростковом коллективе. Как распознать, что ваш ребенок стал объектом травли в классе? И как в этом случае поступить родителям? Узнаем сегодня у психолога, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной психологии Самарского университета Аллы Гудзовской. Алла Анатольевна, здравствуйте. Итак, начнем с самого начала. Буллинг и травля. Это одно и то же. Что такое буллинг? Буллинг – это неоднократные агрессивные действия какого-то человека в отношении другого члена коллектива. Если говорить о школе, то это сверстники. То есть здесь важно, во-первых, что это регулярность, во-вторых, агрессивность с целью унизить, оскорбить достоинства, то есть принести какие-то эмоциональные неприятности другому человеку. Если говорить о разнице, но травля – это более бытовое слово и как бы более привычное, может быть, даже немножко устаревшее. А буллинг стали называть это феномен, это явление, когда стали изучать его психологи, и вот появился такой термин. Буллинг – как запугивание, вот он переводится. Насколько сегодня это распространенное явление? Есть ли, может быть, какое-то развитие в динамике? Раньше жили более дружно, сейчас нет или наоборот? Ну, буллинг, да, он был всегда, просто на него раньше обращали меньше внимания, потому что процессы глобализации или, там даже неправильно сказала, гуманизации всей нашей цивилизационной общности, они протекают. И все, что раньше было естественно, сейчас может быть уже осуждено и как-то неприятно и так далее. Поэтому сейчас просто этим явлением буллинга придается большее значение. Но можно сказать, что имеет буллинг под собой такую биологическую основу, что говорит о его именно распространенности и невозможности изжить. То есть что такое биологическая основа? Это то, что даже в поведении животных мы можем наблюдать, что они могут какого-то члена своей стаи, стада отвергать, если он чем-то отличается, там, или окрасом, или там слабостью здоровья, или просто потому что он не лидер, и он остается на задворках своей стаи, например, обезьян, так принято. Да, поэтому буллинг является характерным поведением для, ну, как бы, примитивной формы поведения, для удовлетворения определенных потребностей. Вот поэтому, как бы, это тоже нужно помнить о том, что инициатор буллинга, он не имеет других способов получить, ну, какое-то самоуважение, укрепить свое достоинство и так далее. То есть вот у него такая примитивная форма поведенческая. А для какого возраста более характерно вот это все? Ну, мы говорим о детях, о подростковом периоде. Да, вот есть исследование, что даже в дошкольном возрасте уже могут наблюдаться элементы такие буллинга, то есть такой немотивированной, казалось бы, агрессии. Я бы сейчас тут хотела отличить, во-первых, что конфликт и буллинг. Это разные вещи, конфликт имеет перед собой цель, кто-то борется за свои права. В буллинге есть вот сама идея удовольствия от того, что кому-то сделать хуже. И в начальной школе есть, но пик или всплеск вот такого буллинга, он возникает где-то в районе 12 лет, то есть начальный подростковый возраст. Чем можно объяснить? Тем, что в начальной школе авторитетным для детей является учитель и, в общем-то, родители. И в подростковом возрасте они не начинают уже быть инициаторами общения, то есть они начинают больше придавать значение отношениям со сверстниками, появляется конкурентная борьба за лидерство и так далее. И вот то, что дети усвоили до этих 12 лет своих, они и демонстрируют уже вот в таких общественных формах, агрессивных, в форме буллинга. То есть это закономерный какой-то процесс, что детям необходимо находить какой-то мячик для битья? Нет, это не закономерный. Это как раз следствие негативного развития классной системы или системы в классе. То есть в разных классах эта ситуация по-разному возникает. То есть где-то это яркие, сильные формы неприятные, а где-то просто как некоторое ощущение отсутствия безопасности. Вот, и когда вы как раз спросили про распространенность, действительно, наши исследования тоже мы проводили такие, опрашивали всех учащихся школу, например. И в каждом классе, в каждой параллели есть те учащиеся, которые чувствуют, переживают такую незащищенность, отсутствие безопасности. Это как раз говорит, ну вот социальный, как раз говорит о том, что везде возможно что-то похожее. Но в некоторых классах это яркие проявления. А мне попадалась информация, что не из школы это идет, а из семьи. То есть вот и сама жертва, будем так называть, и сам агрессор, это все выходцы из дисфункциональных семей. Так ли это? Здесь я с вами соглашаюсь ровно наполовину. То есть инициатор буллинга и буллер, мы его для простоты можем называть, это действительно человек, который где-то увидел эту форму поведения. То есть, ну, смотрите, я вот думала, какой привести образ. Например, мы все испытываем потребность поесть, да? Но и в процессе своей жизни мы научаемся есть культурным, ну, или социализированным способом. Мы не хватаем там чужое, пока не заплатили и так далее. Да, но в некоторых семьях могут этому научить, да? И вот, и получается, то есть научить не тому, что еда в определенном месте, там, ну, в каких-то обстоятельствах получаемых. Вот, и поэтому можно и говорить, что буллерство – это примитивная форма поведения, то есть отсутствие социальных форм, ну, самопредъявления, как раз вот этой борьбы за власть, лидерство и так далее. Вот, поэтому буллер, да, это чаще всего из тех семей, где там процветает, ну, чрезмерный авторитет взрослого. То есть, когда взрослый, например, может наказывать своего ребенка, не считаться с его мнением и так далее, и ребенок усваивает, что применение власти – это вот хорошо. То есть, чаще всего такие дети дома, они уже поняли, что нужно быть тише воды, ниже травы, а в классе они приходят и отыгрываются. То есть, это то, что касается буллеров. Вот, но то, что касается жертвы, это совершенно неверно. То есть, это наш такой стереотип, что обижают слабого, еще какого-то. То есть, вы в самом начале тоже говорили о том, что внимание такое привлекает именно особенные дети. То есть, особенные в чем? Это может быть очень умный, это может быть очень способный, например, поющий, а другие нет. Да, это может быть рыжий, это может быть блондин в классе с брюнетами, да, это может быть худой. То есть, кто угодно, то есть, тот, кто в какой-то момент отличается, но, опять же, не каждый отличающийся, а тот, кто остается в какое-то время, в какой-то период один, то есть, у которого нет социальных связей. То есть, вот это самое главное. То есть, ребенок, когда он, ему не с кем, или он не умеет, или не хочет разговаривать на перемене, да, то есть, у которого нет с кем, кто бы с ним хотел сеть за партой, вот, он, собственно говоря, может стать такой жертвой. То есть, без, не имеющей поддержки, ну, сверстников, одноклассников. Вот, то есть, семья тут вообще ни при чем. Поэтому, хотя, конечно, бывает, что, ну, естественно, что бывает и в дисфункциональных семьях такая основа, когда это бывает. Вот в одиночестве ребенок может оставаться в тот момент, когда он в трудной жизненной ситуации, когда у него нет сил взаимодействия, нет энергии, он потерял, там, не знаю, собаку, например, да, то есть, он уединяется, остается вот таком, пребывает сам в себе, и вот в этот момент он, как бы, немного становится такой приманкой для человека, желающего за счет него укрепить свою самооценку. Вот, в таких обстоятельствах. Ну, еще скажу, может быть, забегая вперед, да, кто еще может становиться жертвой буллинга. Это новички часто очень, да, и поэтому, если семья переезжает из города в город, ну, из района, то ребенку очень сложно привыкать к новому коллективу. То есть, если есть возможность не дергать ребенка, то это было бы хорошо. Либо его специально готовить. То есть, брать еще какого-нибудь одноклассника, переезжать отряда. Ну, немного шутка, но все-таки, то есть, если он не один, то уже ему значительно легче. Вот. Ребенок может стать жертвой в тот момент, когда он, ну, например, болел, пропустил 2-3 недели, в классе происходили события определенные, ну, какие-то эмоциональные, да, и у них, у одноклассников появляется предмет для разговора, для воспоминаний, что общее. А этот ребенок пропустил, и он как будто бы уже, ну, немного не в теме, немного он, как бы, ну, его не то чтобы сторонятся, но в любом случае, вот в этот разговор его не приглашают. И вот он становится немного на обочине. То есть, здесь тоже это, ну, может быть, как раз зависит уже, тут могут чуть-чуть и учителя помочь такому ребенку вернуться, да, ну, и родители, которые, ну, как бы способствуют тому, чтобы ребенок, пропускающий школу, взаимодействовал со своими одноклассниками, ну, пусть в интернете, по телефону, в гости бы кто-то к нему приходил, то есть вот такая. И что же, это становится отправной точкой для травли? Может стать, может стать, да. Ну, то есть, я поняла, что основное – это все-таки социальные связи и какие-то личные качества, желание вот общаться, находить себе соратников. То есть, можно сказать, что личные качества буллера и связи вот остальных учащихся, то есть остальных. То есть, если они есть, то они как бы профилактированы от такого буллинга. Если нет, то здесь есть провокация. А лидеры по натуре, по своему складу характера могут становиться жертвой? Ну, наверное, им сложнее стать, то есть реже, но в целом могут. То есть, смотрите, лидерские качества, они могут проявляться, например, в спортивной секции, еще где-то, да. А в классе, опять же, в связи с тем, что такой ребенок-спортсмен будет где-то ездить, он не успевает закрепиться как лидер. И тогда он тоже, в зависимости от его поведения, тоже может стать жертвой. Ну вот, наверное, лидеру помогает что не становиться жертвой? Умение контролировать свои эмоции, раз. Во-вторых, может быть, есть еще доля самоиронии. Во-первых, у него глубокое самоуважение, то есть он знает, за что себя уважать. И самоирония. То есть, если ребенок может со всеми посмеяться над собой, то дальше его могут оставить в покое и над ним не смеяться. А если для ребенка это болезненно, то это вызывает какое-то желание еще потеребить его в эту болезненную сторону. Поэтому самоуважение – это как повезет, но так же, как и самоирония. То есть, немного есть таких задатков, с которыми дети приходят. Если их нет, то нужно способствовать их формированию. Так, ну вот альтернативные какие-то коллективы, секции, чувство юмора. Что еще может помочь, ну вот, какой совет можно дать? Да, вообще совет кому нужно дать? Я бы давала совет родителям. Родителям, наверное, да. Ну, родителям. Вот я бы хотела, знаете, чтобы мы чуть-чуть почувствовали, что такое вообще школьный коллектив. Вот смотрите, когда мы идем по улице, там скользко, и кто-то упал. Мы, конечно, испытываем разные эмоции, но чаще всего сочувствие, сострадание и чуть-чуть, маленькую, радость, что это не мы. Да? То есть, чуть-чуть, ну как бы, не то, чтобы мы радуемся, что он упал, но радость, что это не я. И вот смотрите, весь класс, если он является свидетелем, очевидцем вот этих событий, он чуть-чуть радуется, что это не он. То есть, одноклассникам тоже страшно стать жертвой, да, или если они будут поддерживать жертву, то они боятся, что это тоже их коснется. Поэтому все-таки основная работа должна быть, даже если это родители с классом, то есть дать возможность понять всем детям, что они, во-первых, могут разговаривать на эти темы, что они могут сообщать родителям о том, что кому-то плохо, что они сами переживают за то, что кому-то плохо, да, то есть вот об этом. И родители могут способствовать вот этому сплочению коллектива, то есть, опять же, через совместную деятельность. Вот такой совет, он как бы непростой, да, то есть одна там мама, один там папа или одна семья, ей трудно повлиять на ребенка. То есть они не могут, если они будут им говорить, да, ты должен там постоять за себя, ты должен отстаивать, то это будет укреплять ребенка в том, что он не такой, что он действительно заслуживает вот этого буления, да, что он в корне является неверным. Вот, поэтому работать надо с классом. Ну, успешными техниками работы с буллингом в классе является такая организованная деятельность, это может быть психолог или учитель, когда находят в классе детей, которые, ну, социально ориентированы, то есть которые добрые, могут поддерживать, эмпатийные и так далее. Вот, и проговаривают, договариваются с ними, что они, вот, особенно у этого человека, который подвергается нападкам, будут все время сопровождать. Можно по очереди вместе, то есть звать с собой в разговор, чаще улыбаться, идти в буфет вместе там есть, садиться к нему за парту, вот. И вот в таком, в таких обстоятельствах буквально 2-3 недели и эту жертву оставляют в покое. То есть он, когда они остаются один, он принят хоть кем-то в классе, и это проходит. То есть вот такие исследования, это наиболее эффективный способ. А как это технически происходит? Ведь класс, он обычно, вот, я вначале говорила, стадный инстинкт, что дети сбиваются, договариваются дружить против кого-то. Как из вот этой вот компании взять кого-то и внушить ему, что надо вот дружить с этим? Ну, смотрите, инициаторы буллинга – это 10-20%. То есть один-два человека в классе, ну, чаще один. И несколько человек, которые, ну, его окружают и его поддерживают. Ну, допустим, еще пять. Всего шесть. Остальные 25 человек, ну или 20, да, они занимают такую позицию очевидцев и наблюдателей. Немножко боятся, ну, или сильно боятся, да, что они тоже могут подвергаться вот этому агрессивному поведению. Но в целом они чаще всего могут даже и не обращать внимания. Ну, чаще они, кажется, обращают. Вот. И когда они вдвоем, втроем будут, они не будут бороться с буллером, они просто будут разговаривать с этим человеком, который подвергся, то есть его сопровождать. И вот агрессивное поведение в отношении такого человека утихает. Вот. То есть всегда найдется из 20 оставшихся, ну, несколько добрых людей, добрых школьников, которые могут поддержать вот этого, того, который вдруг оказался в центре внимания буллера. А еще про участников. Кто вот у нас жертва, преследователи, свидетели, наблюдатели? Да, очевидцы, да. Вот еще, наверное, про буллера вот что хочу сказать. Еще как можно помочь. То есть буллер, вот он почему так себя ведет? Ему не хватает внимания, уверенности, не хватает ему вот этого способа самореализации других вариантов, да. И если мы ему найдем что-то полезное, чтобы он почувствовал себя, ну, важным человеком в классе, да, то тогда у него нет необходимости такой вот искать себе жертву. Что это может быть? Это может быть, ну, какое-то особое поручение учителя. Не нужно, чтобы у него была власть. То есть, ну, он не должен быть там руководителем класса или какой-то группы. Достаточно, что он готовит какую-то там информацию на определенную тему. То есть, вот выделить его как особого, значимого члена класса. И тогда он, во-первых, занят, во-вторых, реализован в большей степени. И вот этот накал, энергия, с которой он набрасывается на другого, она снижается. Мне попадалась информация о том, что буллинг в классе, он влияет, оказывает воздействие на всех участников. Вот я хотела спросить, вот, в психологической точке зрения, какое воздействие на, вот, собственно, на каждого участника буллинга оказывает? Да, я упустила ваш вопрос. Действительно, смотрите, вот к нам, ну, ко мне, как к психологу, в частности, приходят на консультации люди, которые, им уже 30-40 лет, и они, как сейчас вспоминают вот эти события своей школьной жизни, в качестве жертвы. Но есть и очевидцы, очевидцы, те, которые, вот, боялись, они хотели оказать помощь, но боялись. Боялись, что они тоже станут жертвой. Вот, и, то есть, отсроченные последствия всех форм, всех участников. Что еще по поводу очевидцев? У них внутренний конфликт, им хочется помочь, и страшно. И они с этим конфликтом продолжают жить, и у них развивается чувство вины, и потом они могут, вот, на этом чувстве вины быть жертвами всякого рода манипуляции, да, потому что вот на это чувство вины покапаешь, и человек, там, готов что-то делать. То есть он тоже фактически частично уже за себя не отвечает. Вот, поэтому это вредно и ему тоже. Вот, булеру чем вредно? Тем, во-первых, что он, чаще всего он сохраняет, если его не остановить вовремя, не научить новым способам взаимодействия, он сохраняет эту форму поведения и в более взрослом возрасте. То есть и уже на работе, и везде. И чем чревато? Кроме того, что у него есть такой способ, он не может строить близких отношений, он не может строить отношения сотрудничества, дружбы. Фактически он обрекает себя на определенное одиночество, да, то есть в общем он даже не знает, что он теряет, он не знает эту возможность быть вместе с кем-то, да, то есть говорить, что мы, вот, не знаю, получать удовольствие от такого вот как бы расширения собственной самости, вот, в одиночестве. Вот, жертвы, вот я уже говорила, что они это как травму перенесенную могут нести в себе, но вот если почитать про или поинтересоваться жизнью маньяков всякого рода, они чаще всего в школе были жертвами. То есть теми детьми, которым никто не помог. То есть и потом они начинают каким-то способом мстить, ну, абстрактно миру за то, что они пережили. То есть все плохо. Вот это да, все из детства берется, да, из вот этих вот отношений. Да, то есть ни один маньяк вот как бы на пустом месте не становится вот, ну, маньяком. Ну, имеется в виду маньяки, это же, опять же, это не имеет материальной выгоды, они вот имеют чисто психологические какие-то выгоды от того, что они делают. Вот, поэтому, да. У нас не так много времени осталось до конца передачи. Давайте затронем тему о том, что, собственно говоря, с этим совсем делать. Вот в классе обнаруживается такая ситуация, буллинг. Педагог, скорее всего, первый медиатором в этих отношениях выступает. Вот что может сделать учитель в классе, когда он заподозрил, что такие отношения есть? Ну, учитель, мне кажется, уже почти ничего не может сделать. Сейчас объясню, что я имею в виду. Я когда разговаривала вот с участниками вот этого буллинга, они говорят, что, во-первых, учитель действительно не видит, потому что буллер чаще всего это делает вне глаз учителя, то есть он же понимает следствие, то есть он знает, что он ведет себя неприлично. Вот, поэтому учителя этого не видят. Учителя, они, ну, если стремятся сделать быстро, они что могут, вызвать директора, там что такое, это будет только все хуже. Вот, поэтому можно только привлечь родителей к тому, чтобы устроить систему классных отношений лучше. Вот это единственное, что можно делать. И родителям я бы еще порекомендовала, да, все-таки уметь с детьми разговаривать, потому что чаще всего жертвы насилия, что в семейном насилии, что в классном насилии, они не говорят о своих страданиях родителям чаще всего. Вот как понять родителю, что в отношении ребенка? Вот, то есть смотреть, во-первых, если он часто в грязной одежде, испорченными вещами, то есть, значит, что-то происходит, да. Ну вот, опять же, вот эти уже взрослые жертвы буллинга, они говорят о том, что, нет, родителям не говорили. Ну, во-первых, ну, это сказать, это значит признаться, что я действительно не такой, что я хуже и так далее. Молчат. И можно смотреть, потому что если ребенок не хочет идти на общественные классные мероприятия, и в целом в школу не хочет идти, и если он говорит, что он не хочет в класс, конечно, лучше бы как-то разузнать, почему он туда не хочет. То есть, ну, нельзя ребенка прям спрашивать, это же не допрос, да. Поэтому, когда приходит ребенок из школы, у него должно быть время адаптации к дому. То есть, на первом на пороге, как там у тебя в классе, он ничего такого не скажет, скажет нормально. Но если в семье принято разговаривать о доме, там, не знаю, о школе, ну, вот о чем-то, да, если умеют они разговаривать, а там какие были события, то тогда ребенок может в процессе такого рассказа что-нибудь у него пропустить про это. Вот, а с кем ты сидишь, а кто там захотел с тобой сидеть, или ты с кем захотел сидеть, чем-то закончилось, да. То есть, вот такие конкретные вопросы, они то обижают тебя или нет. Ну, нет, потому что, особенно среди мальчиков, это, как это, не принято жаловаться. Вот, а девочки, чаще всего у них тоже повод булить другого, если внимание мальчиков, вот они борются за внимание мальчиков. Тут тоже родителям ничего особо не расскажут. А вот немного возвращаясь назад, взрослые жертвы буллинга, которые к вам обращались, как они объясняли то, что они не просили помощи? Да, вот так и объясняли. Они думают, что это так нормально. Они думают, что они заслуживают такого отношения. Да. Вот, честное слово. Вот, и даже если это жертва буллинга учительского, они тоже не понимают этого. То есть, они считают, что так, ну, так и надо. Им, может, это не нравится, но они не знают других вариантов, вот понимаете. И поэтому, ну, они, им очень трудно об этом говорить. И стыдно. Что родителям сделать в этом случае? Родителям тренировать свое умение сострадать. Вот понимаете, дальше вот с такими очень зрелыми, здоровыми людьми разговариваешь на консультации, они говорят о том, что я родитель. То есть, про дружбу или про… Я всегда выполняю роль родителя. То есть, всегда, получается, родитель – это тот, кто выше, авторитетнее в отношении ребенка. Но иногда, особенно начиная с подросткового возраста, нужно тренировать, ну, такие паритетные отношения, немножко равноправные, ну, в каких-то элементах, да. Вот, и вот если это родители умеют делать, он тогда может и узнать, и помочь, и сопереживать. Переживать тем способом, который ребенку полезен. Но если в классе плохо, прям сильно, и все уже затянуто и запущено, конечно, лучше переводить такого ребенка в другой класс, в другую школу. И желательно ни одного. Потому что если в классе плохо, то плохо. Это единственный, мне кажется, способ воздействия на весь класс. Спасибо большое за ответ. Закон защищает честь, достоинство, доброе имя. И за то многое, что попадает под понятие буллинг, закону предусмотрены вполне реальные меры ответственности, вплоть до уголовной. Привлекаются лица, достигшие 16 лет. К гражданской правовой ответственности могут привлекаться уже 14-летние. Но, как правило, эта ответственность ложится на плечи родителей, как и ответственность за воспитание. Но закон тут уже ни при чем. Это была программа «Разговор по душам». На мои вопросы отвечала Алла Гудзовская, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета. Берегите себя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин